Всем привет, мои дорогие друзья! И в сегодняшнем видео мы будем с вами погружаться в зимнюю и новогоднюю атмосферу. В этом видео я буду рассказывать вам о тех книгах, в которых зима играет, если далеко не последнюю, то как бы не главную роль. Книжную и новогоднюю подборку я уже на своём канале делала, если кто не видел, переходите по ссылочке. А сегодня я буду рассказывать вам о тех книгах, в которых в принципе царит зимняя и новогодняя атмосфера. Это не обязательно, что это какие-то рождественские или книги, связанные с Новым годом, но это те книги, которые связаны с зимой. И если у вас, как ещё и у нас, только слегка припорошило снег, то такие книги вас точно окунут в настроение наступающей зимы. Для меня зима — это английские детективы. И поэтому первое, то, что я вам хочу однозначно показать, — это книги Агаты Крести. И первую книгу, которую я вот даже себе заказала, — это «Рождество Эркюле Пуаро». В этой книге однозначно присутствует дух Рождества, хоть книги Агаты Крести все поставлены на убийствах, потому что это детективы, как без этого. Но тут царит атмосфера Рождества, потому что сюжет основан на том, что на праздновании Рождества престарелый миллионер решил собрать всю свою семью, которая его, конечно же, недолюбливала, и происходит убийство нашего героя. И на этом фоне разворачивается целое расследование. Это первая книга, о которой я хотела вам показать, потому что она у меня есть на руках. Также я посмотрела ещё в интернете, и есть такой роман, как «Приключения рождественского пудинга». Тут уже даже название само говорит о себе. И сейчас на лабиринте вышел целый сборник рассказов Агаты Крести. Так и называется «Убийство в разгар зимы». Там целый сборник, там много рассказов, в которых собрал этот сборник, которые пропитаны снегом, вот этой вот новогодней рождественской атмосферой. И даже, может быть, бы я его заказала, но я решила, что больше в этом месяце ничего не буду себе заказывать. Поэтому удовольствуюсь пока что тем, что у меня есть. Но, может быть, на следующий год, или, может быть, после Нового года закажу. Мне кажется, это будет очень интересно. Мне очень понравился сборник, тем более эти сборники, они в твёрдой обложке. И я представляю, это будет очень красиво. Следующая книга — это «Сияние Стивена Кинга». Эту книгу я собралась тоже читать, это зимой. И она, как никакая другая, пропитанная... По-моему, там действие происходит зимой в отеле. И мне кажется, она достойна того, чтобы её прочитать зимой. Я хоть её боюсь читать, но я уже прочитала «Жеребий Салема». И поэтому я хочу познакомиться со Стивеном Кингом. Если всё будет хорошо, то я опять же сделаю марафон. Но уже, конечно же, в следующем году. Следующая книга, о которой я давно уже хотела рассказать, это «Отеле погибшего альпиниста» — «Братья Стругацкие». Вообще, «Братья Стругацкие» для меня своеобразный очень автор, потому что они, скажем так, замысловаты. И кто-то ими учитывается и обожает этих авторов. Кому-то они очень сложны. Я пока ещё не определилась, в какой категории я отношусь, потому что мне вроде и нравится, а вроде и тяжело, и что-то непонятно. И поэтому эта книга тоже идёт на пробу. Я, кстати, её начинала читать, и читается она очень легко. Почему я её показываю именно в этой подборке? Потому что тут у нас всё действие происходит в отеле на зимнем курорте около гор, где пропал альпинист. И опять у нас происходят мистические, непонятные вещи. Даже вот тут нарисована тарелка НЛО. Но тоже окунуться вот в эту зимнюю такую уютную атмосферу, она вам поможет, тем более, если вы любите фантастику. Также я хочу вам рассказать о той книге, которую, скорее всего, вы все знаете. Это «Зима о мумитроле». Это как никакая, кстати, книга, которая подойдёт для зимних каникул и праздников. Потому что, во-первых, мумитроли — это однозначно атмосфера, и зима всё само говорит о себе. Я, к сожалению, не читала «Мумитроли», но я очень хочу это сделать. Поэтому я вот для этой подборки именно искала даже в интернете, чтобы найти вам что-то такое интересное. Потому что я не хотела брать такие тривиальные, как «В канун Рождества» Розамунда Пилчер, или «Рождество и красный кардинал», или «Дары волхвов» о Генри. Потому что об этом всём я уже рассказывала в своём ролике, и вы найдёте много таких роликов, посвящённых этой теме, и услышите очень много этих книг. Тут я решила просто набрать книги, где присутствует зима, и где, конечно же, вы можете окунуться в эту новогоднюю атмосферу. В конце видео я покажу вам очень красивые книги, которые я недавно заказала, которые вас погрузят прям в праздник Рождества и в преддверие Нового года. Но такие книги, это, конечно, прям можно отдельный ролик им посвящать, потому что это очень красиво. Следующая книга, о которой я вам хочу рассказать, это «Серебряные коньки» Мэри Мэйб Джордж. Эту книгу я очень давно читала в детстве, и почему-то мне на этих новогодних праздниках хочется прям её перечитать. Тем более недавно вышел фильм, я его тоже ещё не смотрела, хочу освежить в памяти книгу и потом посмотреть фильм. Кому-то он очень нравится. И, кстати, опять же, получить новогоднюю атмосферу я очень его советую. Очень такой милый, романтичный, и вот такое-то ощущение чуда в этом фильме присутствует, конечно же. И по этому книгу я тоже вам советую. Очень хорошая книга про голландских мальчика и девочку, про упорство, про труд. Тем более она очень небольшая, и я думаю, она понравится как и детям, так и взрослым. Также для любителей ужасов и триллеров я советую Несбио «Снеговик». Книгу тоже я не читала, но очень много о ней наслышано. И, как многие писали, что это книга, где зима является чуть ли не одним из главных героев. Поэтому тоже хочу добавить эту книгу в свою подборку. Потому что и актер, о котором много говорят, который получил множество премий, и этот роман тоже заслуживает внимания. Может быть, когда-нибудь я это прочитаю, но что-то пока сейчас мне этого не хочется. Следующая книга, которая «Метель», «Пипурга», «Зимняя вьюга» и «Зимний апокалипсис» становится одним из главным действующих лиц, это «Аэропорт Артура Хейгера». Я помню, тоже я читала её зимой, прошлого года, по-моему. И это добавило настолько атмосферу ещё в моё прочтение, то, что было за окном зима, и то, что творилось там. Хоть я очень боюсь вообще самолётов, летать и аэропорта, но мне было настолько интересно окунуться в эту атмосферу. Артур Хейли — это вообще тот автор, который может один день напечатать в более 500 страниц, и вам будет не скучно. И я вас уверяю, и в следующих книгах, которые я хочу его прочитать, это будет «Отели», тоже собираюсь его прочитать зимой, потому что это очень атмосферный автор, который вас окунает в своё произведение. Также, конечно, можно вспомнить о великом писателе Николаю Васильевичу Гоголе и о его повести «Ночь перед Рождеством», и, в принципе, почитать его повести в преддверии Нового года и во время праздника. В этих рассказах, повестях, конечно же, преобладает этот колорит, и вы точно не останетесь равнодушными. Теперь давайте перейдём вот именно прям непосредственно к новогодним и рождественским книгам, и первое из них — это «Рождественское чудо» мистера Томми Сьюзен Войцеховский. У меня этой книги нет в руках, и я её не держала, но почему-то, во-первых, её оформление, её издание очень красивое, во-вторых, мне кажется, она вся пропитана этим праздником, как и все остальные дальше книги, о которых я хочу рассказать, и мне кажется, эта книга будет как замечательным подарком для ребёнка, так и для любителей книг, и просто поддержать такую книгу и подпитать себя этим ощущением, мне кажется, будет очень замечательно. Ещё книга тоже, которой у меня нет, но я её смотрела у тёти, и это просто была какая-то невероятная сказка, это «Полярный экспресс». Это книга, у которой такое красивое оформление, такие красивые иллюстрации, мне она прям настолько понравилась, и это было настолько... У меня даже нет слов, потому что я когда читала, и я когда её смотрела, я просто раскрыла рот от такой красоты. И на лабиринте она сейчас есть, вы тоже можете зайти её посмотреть, и я обещаю вам, вы не пожалеете. И последние две книги, которые я хочу показать, это «Чудесное росту» Кейды Камила. Это очень красивая книга, и какие у неё красивые иллюстрации. Рассказ очень небольшой, но он настолько пропитан светом, настолько пропитан вот этим вот светлым, этим праздником, и вот я её прочитала, ну, честно говоря, ну, за пять минут, но я нисколько не жалею, что эта книга есть у меня, в моей коллекции, которую можно просто взять, будет перед Новым годом и ещё раз окунуться, потому что какие красивые тут иллюстрации. Вот детские книги, такие большие, мне очень нравятся именно из-за иллюстрации, если они действительно очень красивые. Поэтому это издательство «Клевер», а у них замечательные детские книги. Ну, и последняя книга, которую я не могла сказать, я в этом году её купила. «Клевер» — это тот автор, который вы сразу вспоминаете, когда речь заходит о Рождестве. Это Чарльз Дикина и его «Рождественская песня в прозе». Тоже замечательная книга, листы все милованные, очень красивые иллюстрации, и такую книгу держать в руках, и такую книгу читать будет одним удовольствием и для вас, и для всей вашей семьи. Ну, а на этом мои рекомендации зимних книг подходят к концу. Я надеюсь, какие-то книги вам помогут настроиться на атмосферу праздника, помогут почувствовать ещё больше зиму. И я считаю, что в декабре надо читать именно такие книги, потому что уже... Да, первые недели января — это тоже, конечно, такие книги подойдут. Но вот преддверие праздника, мне кажется, это самое замечательное время этого времени года. А я всех очень люблю. Хорошей вам снежной, уютной и тёплой зимы. Всем пока-пока!